Комиксы имеют многолетнюю историю и за время своего существования они оплели себя огромным количеством персонажей, тысячами историй, массой загадок и тайн, и конечно же не обошлось без разнообразных теорий. В этом ролике я собрал для вас 5 крайне сумасшедших фан-теорий комиксов DC. А перед началом ролика я хотел бы порекомендовать вам канал Ника Дога. На нем вы найдете интересные видео по типу распаковка гик-вещей, озвучка комиксов, а также юмористические ролики с обзором рекламы по ТВ. Подписывайтесь, если хотите увидеть оригинальный канал. Ссылка в описании. Супермен имеет только одну суперспособность – телекинез. Есть теория, что Супермен обладает телекинезом, даже не подозревая об этом. Полет, огромная сила, тепловое зрение и многое другое – все это Супермен вызывает при помощи силы мыслей. Человек из стали имеет только одну слабость – криптонит. Так вот, радиация от этого камня блокирует телепатические способности Супса, не давая ему задействовать их. Именно поэтому Кларк слабеет так сильно после воздействия зеленого камня. Его телекинез настолько силен, что если враг, к примеру, решит ударить его ножом во время сна, за долю секунды мозг Супермена активируется и укрепит мышцы, не дав оружию нанести хоть какой-то урон. Жизнь Бэтмена фальшивка. Ходит теория, что жизнь Брюса Уэйна – сплошной обман. Она состоит из модулируемых фантазий под контролем руководителей компании Уэйн Интерпрайз. Брюс не догадывается об этом и живет жизнью Трумена. Это объясняет то, что Бэтмен всегда выходит сухим из воды, не имея суперспособностей. У фанатов летучей мыши есть любимая поговорка – он смог сделать это, потому что он Бэтмен. Да, именно так в своем искусственном мире Бэтмен всесилен. Он может победить кого угодно и сделать что угодно. Бэтсигнал, который использует полиция Готэма – наглядное доказательство того, что весь этот город просто создан для борьбы с преступными фантазиями Брюса. Теория подкреплена также тем, что члены Бэтсемии всегда оживают после своей смерти, а злодеи возвращаются вновь, чтобы продолжить борьбу. Лекс Лютер создал мобильные телефоны. Пожалуй, одна из самых трэшовых теорий в этом списке, однако она крайне забавна. Есть предположение того, что Лекс изобрел мобильники, чтобы насолить Супермену. Все дело в том, что Кларк имел распространенную привычку скидывать свою человеческую одежду в телефонных будках, а после отправляться спасать людей. Поняв это, Лютер изобрел сотовые, чтобы все телефонные будки исчезли, и Кент потерял возможность менять свою личность так легко. Да уж, настоящая шиза. Дарксайд способен ломать четвертую стену. В комиксах не так много персонажей, которые могут осознавать то, что они находятся в книжке с картинками. Однако есть теория, что Дарксайд прекрасно это понимает. Главная цель Дарксайда в том, чтобы на протяжении одного дня править всей вселенной и поработить каждую расу в ней. Однако он испытывает огромный страх, понимая, что его желаниями управляют сценаристы DC Comics. Поэтому он никогда не показывал в открытую, что способен ломать четвертую стену, боясь еще большего ослабления со стороны авторов. Не выдавая себя, он использует эту силу осторожно для личной выгоды, а доказывает все это то, что Дарксайд как-то вспоминал события до кризисного и до Нью-52 ивентов, что как бы невозможно. Бэтмен убивает Джокера в убийственной шутке. Практически все мы знаем знаменитейший комикс Алана Мура The Killing Joke. После выхода данного романа вокруг него закрутилось огромное множество споров. Касательно инвалидности Барбары Гордона и, конечно же, неоднозначной концовки, в которой Бэтмен смеется вместе с Джокером. Многие фанаты считают, что Брюс убивает Джокера и смеется только после этого. Вот почему комикс называется The Killing Joke. Кстати говоря, легендарный писатель комиксов Гранд Моррисон полностью согласен с этой версией. Однако, однозначный ответ дать все равно нельзя. Алан Мур не давал никаких опровержений и подтверждений этому. На этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравились данные теории. Если хотите еще подобный ролик, то обязательно ставьте лайки под это видео. А также подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, мнения по поводу каждой из теорий. А также вступайте в мой паблик ВК. Пока-пока.